Эта новость может повлиять на Армению больше, чем вы представляете. С Ирана будут продолжать снимать санкции. В прошлый раз, когда азербайджанцы перекрыли дорогу Горископан, за 12 часов до этого немецкий суд принудил Газпром продать 50% северного потока 2. В то время цена на газ в Европе достигала 600 долларов. Вчера стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси поручил допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты Ирана. Другими словами, возобновился процесс снятия санкций с Ирана. И ответ не заставил себя ждать. В Азербайджане начали собирать деньги с иранских машин. Будет сделано все возможное, чтобы иранский газ не попал в Европу, где цена на газ уже составляет 700 долларов. Сейчас как никогда ранее Европе нужна альтернатива. Даже пресловутый Южный газовый коридор не помогает. И именно сейчас как никогда актуально вспомнить предательство Кочаряна в 2007 году. Забыли? Я напомню, Иран собирался проложить газопровод в Армению диаметром в полтора метра с дальнейшим выходом на Грузию и даже в Европу по дну Черного моря. Но спаситель нации, Кочарян по приказу своих хозяев из Белокаменной, зарубил этот проект, любезно разрешив Ирану проложить трубу диаметром лишь 0,7 метра, чего хватило только на объем газа для его переработки в электроэнергию и отправки обратно в Иран. Баку шантажирует Москву и Тегеран. Кто за этим стоит? Вчера, 12 сентября, стало известно, что азербайджанская полиция проводит проверку документов иранских водителей и на их грузы на небольшом участке дороги возле села Воротан, который оказался под контролем ВС Азербайджана. Ранее азербайджанская сторона и вовсе перекрывала эту дорогу, но в результате переговоров при участии российских пограничников межгосударственную трассу удалось открыть. Однако, как оказалось, Баку нашел другой способ давления на соседей. Дело в том, что дорога Горис-Капан на данный момент является единственной, связывающей Иран с Арменией, а соответственно и с частью Арцаха, оказавшейся отрезанной от южного соседа. Решение проводить проверки иранских грузовых автомобилей было принято после того, как стало известно, что некоторые из этих грузовиков оказываются в Арцахе. Отметим, что из Ирана по большей части ввозятся стройматериалы, которые крайне необходимы для строительства новых поселений для перемещенных лиц. Баку же действует в свойственной ему антигуманной манере. Согласно информации некоторых СМИ и записям в социальных сетях, с иранских водителей также взимается сумма в размере 50 тысяч драм, около 130 долларов. Свои претензии по данному вопросу Баку выразил не только Тегерану, но и Москве, ведь именно российские миротворцы контролируют въезд в Арцах. Минобороны Азербайджана направила официальные письма Министерству обороны России и командованию российским миротворческим контингентам, размещенным в Карабахе с просьбой препятствовать въезду автомобилей других стран в Карабах, тем самым предъявляя новые требования вне рамок трехстороннего заявления о прекращении огня. Если ранее Азербайджан, который не внушал страха даже Армении, доказавшей во время тавурской эскалации, что может справиться с азербайджанской угрозой в одиночку, то после того, как в игру вступила Турция, картина сильно изменилась. Ощущая всесторонную поддержку старшего брата, Азербайджан окрылился настолько, что начал шантажировать Россию и Иран, требуя играть по его правилам. Ситуацию в Сюнике можно считать первым серьезным последствием вхождения Турции на Южный Кавказ, которая продолжает настаивать на переформатирование региона, в результате чего Анкара станет здесь полноправным игроком. Очевидно, что давление на Россию и Иран через их союзника и партнера Армению продолжится и будет нарастать, пока пантюркиские агрессоры не добьются своего. Ситуация в Сюнике Читаю все эти странные комментарии о том, что Иран предал Армению своим невмешательством в период бакинско-турецкой агрессии. Я не идеализирую Иран, но давайте будем честными. Позвольте спросить, а что сделали армянские власти за минувшие 30 лет для того, чтобы Иран вступился за Армению и Арцах в случае нападения Турции? Быть может, соглашение военное подписали с Тегераном или трассу современную построили, не говоря уже о железной дороге, которая позволила бы грузопотокам из Ирии беспрепятственно поступать в порты Черного моря? Трусость и стремление сохранить награбленное – вот что вам мешало и мешает до сих пор. Правда состоит в том, что правящий класс Армении вел и продолжает вести прокремлевскую и, как следствие, протурецкую внешнеполитическую линию. КПП мини-султаната на трассе Горис Капан служит явным тому подтверждением. Ведь сознательно оставили без защиты стратегическую дорогу, позволив агрессору на ней укрепиться. Разве это не вызов Ирану? Сами же позволили мини-Гитлеру шантажировать иранцев на армянской суверенной территории. Иран всячески поддерживает йеменских хуситов за 3-9 земель, даже не имея с ними сухопутной границы, поскольку он им верит, зная, что хуситы никогда не пойдут на сделку с Саудовской Аравией за спиной у Тегерана. А вы на коленях просите турка открыть вам воздушную границу и наладить дипломатические отношения без предварительных условий. Почувствуйте разницу. Продолжение следует...